Для тех, кто прошел школу военных действий, либо службу в армии, праздник 23 февраля – это особенный праздник. Это люди давали присягу на службу Родине. Уроки мужества полицейские Армавира проводят регулярно. В канун Дня защитника Отечества в актовом зале собрались более полусотни представителей молодого поколения. В рамках данной акции сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел, члены общественного совета с подрастающим поколением проводят тематические беседы, где рассказывают об истории, о ветеранах органов внутренних дел. По итогам проводимых мероприятий пытаются донести до подростков о том, что необходимо уважительно относиться и к ветеранам, и к пенсионерам, и по возможности оказывать каждому нуждающемуся посильную помощь. По традиции в этот день главная история о героизме советских солдат в годы Великой Отечественной войны. Полковнику в отставке Геннадию Богданову в 41-м исполнилось 12. Он работал на заводе алюминиевой промышленности и помогал раненым солдатам писать письма. Почти 40 лет Геннадий Александрович прослужил в авиации, и не раз ему доводилось общаться с героями Великой Отечественной. Вчера я встречался с школьниками, и они спросили, что трудно было для солдата армейской среды. Трудно было ночевать под открытым небом ночью в окопе. Если шинель хорошо грела, то это хорошо. Но все равно большую часть службы во время войны солдаты провели в окопах. Значит, вывод такой. Нужно быть насторожен и закалять себя физически, морально-психологически. Алексей Еворский – выпускник Армавирского авиационного училища. Родился в 1949 году. О войне ему рассказывал отец. На долю того поколения действительно выпали тяжелейшие испытания. Мой отец на четвертый день после начала войны, как раз 22-го числа, принес домой аттестат. Началась война. Был направлен в Харьковское летное училище, готовились стрелок, штурман, бомбардир. Но так как резко продвинулся фронт, была эвакуация в Красноярск. Самолетов нет, без лошадных летчиков десятки, сотни. Надо было выбивать танки. И самых молодых авиаторов перевели в артиллерийское училище, в 45-ки. И летом 42-го года в самые пеклы войны под Саленград попал мой отец. С ребятами говорили и о современной политической обстановке, о сильной России, о патриотизме и вере в Отечество. Восьмиклассник Адам Табишев гордится подвигом советских солдат. Школьник мечтает о вполне мирной профессии архитектора, но признается, что в случае необходимости без страха встанет на защиту Родины. Я готов пойти в армию через 4 года, освоить все навыки, нужные для мужчины, защищать своих близких, родных, если придет такая ситуация. Подвиг людей, которые воевали, для меня будет образцом, потому что люди, которых не предупреждали об войне, отстояли Родину, защитили. Уроки мужества полицейские Армавира проводят в рамках краевой акции «России верные сыны». Участниками подобных встреч стали уже несколько сотен школьников, учащихся техникумов и студентов вузов. Ирина Рухлядко, Артур Коржанян, Служба информации, канал РНТВ, Армавир.